За считанные дни своего владычества, его величество Чарльз Третий уже вторично разгневался на публике. На этот раз виновата оказалась Ручка. Посещая 13 сентября с женой Камелой, дворец Гилсбора в Ирландии монарх пытался расписаться в гостевой книге, но все сразу же пошло не так. Сначала Чарльз перепутал даты и указал 12 сентября, а потом выяснилось, что Ручка течет и замазала руки королю и королю-консорту. «Терпеть не могу эту чертовщину, но что они делают каждый вонючий раз?» – выругался Чарльз Третий. Напомним, 10 сентября в Сент-Джеймском дворце состоялась церемония провозглашения нового короля Великобритании Чарльза Третьего. При подписании прокламации произошел небольшой конфуз, видео которого, конечно, уже разлетелось по сети. Его величество оскорчило гримасу, представителю персонала, чтобы тот убрал со стола мешающую чернильницу. В сети шумят, мол, это было «уберите отсюда эту чертову штуку» по-королевски. А издание Daily Mail в заголовке пошутило, что этого виднягу следует немедленно бросить в тауэрскую тюрьму. Также сообщалось, что у 70-летнего принца Чарльза нашелся еще один сын. 52-летний мужчина по имени Саймон Доранте Дэй утверждает, что он – тайный плод романа «Сына королевы» и Камилы Паркер-Боулс. По словам Доранте Дэя, его рождение держали в секрете и отдали на усыновление к семье, приближенной к ее величеству. Об этом он рассказал австралийскому изданию New Idea, пишет Redder Online. Мужчина родился 5 апреля 1966-го. В свидетельстве о рождении Саймона его родителями записаны «Карен и Дэвид Дэйи», но он утверждает, что на самом деле это не так. Его будто приемные дед и бабушка принадлежали к персоналу королевского двора, и они не скрывали от внука его подлинного происхождения. «Мы с бабушкой были очень близки, и она много раз говорила мне, что я ребенок Камилы и Чарльза. Она не просто намекала. Она прямо мне говорила», – заявляет Доранте Дэй.